13.07 в Кирове на студии на ФМ программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева. Напротив меня сегодня Евгений Дрогов, председатель Союза журналистов Кировской области. Евгений, добрый день. Здравствуйте. У нас есть сегодня вопрос на сайте. Я думаю, что я озвучу его чуть позже. Начнем мы с вами, Евгений, с урагана, который случился накануне в Кирове. Я знаю, что вас тоже это событие застало где-то на улице. Где вы были в этот момент? Мы выходили с работы на Динамовском проезде, и нам надо было вниз по Ленина, в сторону Новоавятского района, в ту сторону, проехать. И мы у переезда железнодорожного на Блюхера чуть не утонули вместе со всеми. Две машины были уже затонувшими. Посадка у меня чуть повыше машины, мы проехали все-таки эту лужу. Вот. Но поток был такой, что некоторые не рисковали ехать вообще дальше, прибивались при первой возможности к обочине, к тротуару. Вот. Ну, я 25 лет живу в Кирове, я не помню такого урагана. Евгений, а вот вы видели где-то предупреждение? К сожалению, нет. Ни смс-окомобильных операторов, ни систему оповещения, которая, насколько я знаю, у нас в городе в свое время приводилась в порядок, да? Наверное, для таких экстренных случаев никаких оповещений не было, к сожалению. Вот. Я понимаю, конечно, что вопрос, наверное, этот отчасти не к вам, но, тем не менее, у нас случилось в этом году 20 апреля, когда в один прекрасный весенний день, когда снег уже растаял, случился снова день жестянщика и повалил снег. А тогда, ну, говорят, что СМИ тогда предупреждали, но многие люди не смотрят, если телевизоры не читают новостные порталы, не знали эту информацию. Так вот, собственно, о чем я хочу спросить? Почему там не вынесли уроков из той ситуации? Почему нельзя оперативно договориться с мобильными операторами? Их у нас всего четыре, и закрывают они всех жителей Кировской области. Почему опять наступает, я не знаю, кто МЧС или администрация городская на одни и те же грабли? Я, к сожалению, не имею однозначного ответа на этот вопрос, но очевидно, что каких-то вот жутких препятствий для того, чтобы не договориться об этом, да, наверное, нет. То есть, наверное, какие-то чисто коммуникационные проблемы возникают, коммуникативные. Вот. То, что сейчас в каждой семье, у некоторых даже, у каждых членов семьи еще не по одной сим-карте, да, в телефоне, это тоже данность сегодняшнего дня. И вот не информировать жителей о таких событиях, наверное, ну, по меньшей мере, халатность определенная. Как Вы считаете, кто это должен делать? Это должны делать сотрудники МЧС, это должны за этим следить чиновники. Кто? Вот этот вот центр компетенции, который должен отвечать за оперативную коммуникацию с гражданами в случае ЧС какого-то. Ну, у нас есть Росгиброметр, да, у нас есть МЧС, у нас есть региональные и муниципальные власти. Если за год, за полгода даже, даже меньше, чем за полгода, случается второй такой природный катаклизм, когда жители не получают необходимой достоверной и своевременной, самое главное, информации, наверное, назрела необходимость как-то общественности к этому подключиться и, может быть, поставить вопрос и собрать какой-то, не знаю, на пресс-конференцию круглый стол и задать эти вопросы. Почему, собственно говоря, мы не получаем этой информации? И тут задача СМИ, наверное, тоже спрашивать ответственных лиц об этом. Я просто немного не об этом спрашивала, и это, конечно же, в том числе. Мне просто интересно, ну вот кто это должен делать, да, с одной стороны, за все происходящее в городе отвечает городская администрация, с другой стороны... Ну, это не только города коснулось, в данном случае. Ну, конечно, разумеется, но я там сейчас говорю конкретно, да, про нас с вами и про жителей города. А с другой стороны, есть МЧС, который уже наверняка заранее знает о том, что вот планируется, да, грядет вот такой природный катаклизм. И все-таки кто должен быть, кто должен отвечать за то, чтобы оперативно коммуницировать с гражданами в случае вот такой ситуации? Мне кажется, все должны. Ну, когда все должны, это значит никто не должен. Ну, вот есть такая вещь, как коллективная безответственность ответственных лиц, да. Ну, то есть, когда, или там русская пословица, у семи нянек дитя без глаз. Я, честно говоря, вот не могу сказать определенно, что вот есть там конкретно должностное лицо, или там вот в первую очередь вот эта служба должна оповещать. Но в моем понимании МЧС в первую очередь, если двигается грозовой фронт со шквальным ветром, градом, а градины падали, ну, по сантиметру, наверное, вот мы сами с супругой видели. То есть, это обстоятельства, которые угрожают жизни, здоровью граждан. Ну, это правда, да. Да, функционированию городских служб, систем и так далее, и так далее. То есть, наверное, здесь МЧС в первую очередь должны это делать, оповещать. Другое дело, что по каким каналам, ну, повторимся, да, мобильные операторы и смс-то всегда прочитают. Система массового оповещения. Не так давно были потрачены определенные бюджетные средства на то, чтобы эти системы снова заработали, да. И даже тестирование проводилось, там, граждан пугали. Ну, как в той притче о мальчике и волке, да, который кричал «волки, волки», ну, вот она, к сожалению, работала, когда ее тестировали, но почему-то в нужный момент она уже второй раз не заработала. В апреле тоже, да, и вот чудом тогда не успел поменять резину зимнюю на летнюю. Так бы, может быть, тоже неизвестно, что было. Но на каждом перекрестке были аварии, то есть невозможно было ехать. Хорошо, если этот, ну, причем там тоже, вот, сегодня объявили, что за 10 минут выпала полумесячная норма осадков, тогда тоже за день выпала месячная норма снега. Хорошо, если машина уже была где-то припаркована, да, если кого-то в дороге эта ситуация застала. Ну, могли быть все равно страшные последствия. Ну, вот, собственно, да, я думаю, что этот вопрос мы зададим все-таки еще и ответственным лицам в нашем эфире. Ну, уже с какого-то раза ведь мы должны научиться как-то оперативно реагировать на какие-то ситуации. Ну, наверное, два раза, да, это достаточно уже, чтобы третьими минутами... На самом деле люди остались без квартир, без машин, без садовых домиков. Это я говорю только о том сейчас, что вот лично я знаю на Венеяка. В Фейсбуке то, что сегодня, да. Ну, я говорю непосредственно о своих друзьях и знакомых. Они все будут судиться. Они с кем будут судиться? С управляющими компаниями, ну, однозначно с управляющими компаниями, если затопила квартиры, это же все равно в итоге ляжет на наши же плечи. Потому что все расходы управляющих компаний мы понимаем, за чей счет они компенсируют. То есть это какой-то замкнутый круг, и получается, что мы сами платим за все эти неприятности. Я знаю, Евгений, что сегодня вы приехали к нам в эфир с тяжелого для вас события. Вы сегодня провожали Марину Карпичеву, заслуженную артистку России. Я хочу, чтобы вы до перерыва сказали несколько слов о ней, и далее мы уйдем на перерыв. Ну, тяжело всегда говорить в таких ситуациях. Мы с Мариной Дмитриевной были знакомы около 20 лет. Она крестная моего сына. Ну, говорят, кума. И одно время мы очень плотно, тесно общались, проживали какой-то период жизни вместе. В последнее время, к сожалению, мы не так часто созванивались и еще реже виделись. Но сказать, что осиротел театр на Спасской и, в каком-то смысле, культурная жизнь города осиротела, наверное, этого мало. Это не сказать ничего. Каждый выход Марины Дмитриевны на сцену – это был яркий эпизод жизни театра, это было событие. И как человек Марина Дмитриевна всегда, каждому человеку в ее судьбе уделяло внимание, всегда было искренне добра, взывчиво. Ну, не знаю, что еще сказать. Вечная память. Это всегда очень тяжело. Это Евгений Дрогов, председатель Союза журналистов Кировской области. Сегодня вы проводили заслуженную артистку России, актрису театра на Спасской, Марину Карпичеву. Я предлагаю сейчас на этом прерваться, на небольшой перерыв, и после этого мы вернемся в студию. Мы возвращаемся в эфир. Это особое мнение Евгения Дрогова, председателя Союза журналистов Кировской области. Меня все так же зовут Юлия Афанасьева. Евгений, давайте с вами поговорим вот о чем. Не очень давно увидел свет доклад Минфина о лучшей практике развития бюджета для граждан в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях. Этот документ подводит итоги 2016 года, и Кировская область там фигурирует как один из лучших регионов по реализации проекта «Бюджет для граждан» и по реализации инициативного бюджетирования. Это проект поддержки местных инициатив, о котором мы уже очень много говорили. Вначале хочу вас спросить, как вы считаете, насколько важно вообще объяснять людям, что и куда тратит государство этот про открытый бюджет, и насколько важное значение имеет практика инициативного бюджетирования? Ну, тут надо, наверное, разговор начать с того, что сегодня мы живем в информационном обществе, и органам власти невозможно существовать обособленно от общества. Более того, в ряде стран мира все больше размах приобретают практики, которые в общем называются партисипаторной демократией. Ну, то есть от английского слова «участие», участие граждан, участие жителей конкретных муниципалитетов в принятии решений, помимо опосредованного участия делегированием полномочий депутатам. То есть участие обычных людей в... Человек не только участвует в выборах, но он участвует в каждодневной жизни своего города, своего населенного пункта, обсуждая с властью, влияя на ее решения по самым важным вопросам жизнедеятельности муниципалитета, жизни отдельных граждан. То есть то, что власть должна обеспечивать и какие решения она должна принимать в силу своих полномочий и обязанностей, вот здесь граждане все больше влияют на эти процессы. Так получилось, что Кировская область, ну и в докладе Минфина это прозвучало, фигурирует как один из субъектов по инициативному бюджетированию. А это, надо сказать, не только по ПМИ, это еще и народный бюджет. Другая практика вообще названа первым регионом, создавшим определенную инфраструктуру и где появился центр, офис независимых консультантов инициативного бюджетирования. Но и по нескольким другим критериям, что касается открытости бюджета, Кировская область тоже названа в числе лидеров. К сожалению, не все критерии удалось так представить Кировской области как доступность информации. Вот поэтому итоговый рейтинг Кировской области, это 42-43 место разделено с Брянском, но тем не менее из 82 регионов, которые участвовали в этом рейтинге, ну это достойно такое среднее место, скажем так. Что можно еще сказать про открытость бюджета? Здесь несколько аспектов возникает. Во-первых, доступность информации, готовность органов власти и местного самоуправления идти на контакт с гражданами и с теми, кто обеспечивает коммуникацию, ну то есть с журналистами, со СМИ. С другой стороны, подкованность самих граждан в правовых аспектах вот этого взаимодействия, плюс желание широких слоев веселения участвовать в такой работе. То, что практика инициативного бюджетирования, которая начиналась с ПУМИ уже восьмой год в этом году, получила широкое распространение и поддержку граждан, надо понимать, что это была долгая, кропотливая работа. Связана она с предыдущей администрацией правительства и без их воли, без желания предыдущего губернатора вряд ли она у нас так распространилась и укоренились. Конечно, терять эти позиции, наверное, было бы недальновидно с позиции правительства в целом, вне зависимости, кто находится сейчас у власти и кто там придет после выборов к управлению регионом. То есть, это тот ребенок, которого с водой не выплеснешь. То есть, это, я думаю, понимают многие практически, ну, по крайней мере, должны это осознавать. Позиции региона, которые были в результате всей этой работы достигнуты, наверное, это предмет гордости, ну, по крайней мере, там, для тех, кто это делает, для меня в частности, как сопричастного к этой работе. И так просто отказаться вот от этих достижений, от того, чтобы их демонстрировать, развивать, ну, это было бы недальновидно, по меньшей мере. Вот смотрите, вы сейчас сказали, что для, ну, успешного, да, существования открытого бюджетирования и успешной реализации инициативного бюджетирования нужна и открытость общества, и открытость готовности власти к этому. Поэтому у нас в Кировской области сейчас все это есть? Ну, если подводить опять к вопросу о, вернее, подвести к ответу через призму обязанностей органов местного самоуправления и региональной власти, есть сегодня определенные требования, то есть наличие сайта, да, наличие возможности получить в открытом доступе разного рода информацию, и о принимаемых решениях, и об обсуждениях, да, то у нас все это есть, вся эта инфраструктура, она создана. Что касается работы отдельных представителей и региональной власти, и местного самоуправления, наверное, бывают какие-то недопонимания, да, может быть, где-то даже непрофессиональная работа в каком-то смысле возникает, но это не может существовать долго, да, рано или поздно эти вещи исправляются, то есть приходят другие люди, что-то, возникает какой-то диалог, вот насколько те или иные чиновники расположены к этой работе, готовы идти на этот контакт, это, наверное, в каждом случае индивидуально. Подождите, Евгений, вот насколько я понимаю, если есть политическое решение о том, что да, мы выделяем столько-то денег на проект поддержки местных инициатив, и мы их поддерживаем. Это даже, наверное, не политическое решение, а волевое решение. А сейчас, насколько я понимаю, на реализацию ППМИ в бюджете 0 рублей. И со всех сторон транслируется, что вроде как бы да, мы проект поддерживаем, но по факту денег пока на него не заложено, и будет он реализован или не будет, тоже пока неизвестно. Хотя вроде как его все поддерживают. Есть мнение, что там новая администрация искореняет все проекты прежней администрации? Вот вы с этим согласны или нет? Ну, поначалу, особенно в прошлом году, такое ощущение было. Но, когда приходят новые люди, да, начинают во что-то вникать, даже если была установка такая, вот, все искоренить и стереть всю память, да, от прежней администрации, что, наверное, не очень правильно и не очень дальновидно. Ну, та же история там с исчезновением всего новостного блока на сайте правительства, да, то есть, как это все случилось, там нам объяснили, да, но... Но вы не поверили. Ну, как-то вот не очень верится, то, что вот это все случайно вдруг произошло. При существующих стандартах дублирования информации, всей системы бэкапа и так далее, и так далее. Даже если это произошло случайно, мы не увидели каких-то шагов предпринятых по тому, чтобы это все потом восстановить, да, но при желании это тоже можно сделать. Но это другой вопрос, мы сейчас не об этом говорим. Что касается ППМИ, в какой-то момент, и это еще возникло при прежней администрации, в связи с напряженностью бюджета, надо понимать, что принятие бюджета это уже всегда очень сложный процесс, это возможность договариваться правительством с депутатским корпусом, да, законодательного собрания, возможность договориться внутри законодательного собрания с фракцией между собой, с группами влияния экономического, да, дать на сельское хозяйство, там, миллиард или дать меньше, там, и так далее. Вот, и еще тогда при Никите Былых возникла ситуация, когда не продолжать ППМИ было политически невозможно, но и те обещания, те лозунги, под которыми шли на выборы тогда, обязывало продолжать реализацию проекта. Но и тогда было вот такое решение компромиссное принято, что проекты будут реализованы уже по отобранным заявкам, по результатам конкурсного отбора, который состоялся, но деньги за работу, основные средства, подрядчики получат не в текущем, а в следующем финансовом году. И эта ситуация продолжается сегодня, то есть уже третий год фактически. Выходом каким-то определенным, наверное, может служить вот тот законопроект, который при участии проектного офиса консультантов инвестиционного бюджетирования общественной палаты был подготовлен. Сейчас он в коллегии общественной палаты обсуждается. Этот закон был создан с учетом практики Пермского края, где такой закон был принят впервые в Российской Федерации. Прежде всего он направлен на то, чтобы сохранить на законодательном уровне обязательства правительства, бюджета в первую очередь. Перед теми многотысячными участниками проекта поддержки местных инвестиций, которые в него поверили, которые в него участвуют каждый год. И это позволит обеспечить устойчивость с точки зрения подрядчиков, которые работы выполнили, но неизвестно, когда получат деньги. Известно, да, но в сегодняшней сложной экономической ситуации такая отсрочка платежей за выполненные работы очень сильно снижает привлекательность. Но это достаточно сложно для бизнеса на самом деле. Где здесь искать выход? Ну вот, наверное, вот в этих всех обстоятельствах. Вы абсолютно правильно сказали, что без политической воли такие ситуации, конечно, не разрешаются, и выход невозможно найти. Ну вот, до перерыва, очень короткий, быстрый вопрос задам. Как Вы считаете, случится эта политическая воля или не случится? Все зависит от результатов выборов, во-первых. Во-вторых, от... А в каком смысле зависит от результатов выборов? Ну, если... Каких-то неожиданностей ждете? Ну, знаете, конечно, там с 90-процентной вероятностью можно... Предсказать результат. Предсказать этот результат, да. Но все-таки вот эти 10% они имеют место, ну там, о соотношении можно говорить, да. Кто эти люди и какие цели они будут стоять перед собой. С одной стороны, есть ведь еще и как дотационному региону некий диктат из центра экономии там тотальной, да. С другой стороны, насколько факторы вот тех обстоятельств, что инициативное бюджетирование сегодня все больше ценится Минфином и правительством федерального центра, российской федерации, как инструмент, который необходимо развивать в регионах. Вот где этот баланс, ну, трудно предсказать. Мы сейчас, Евгений, с вами перервемся на небольшую рекламу. Это особое мнение Евгения Дрогова, председателя Союза журналистов Кировской области. На пару минут мы уйдем и очень скоро вернемся. Мы возвращаемся в эфир. Это особое мнение Евгения Дрогова, председателя Союза журналистов Кировской области. Меня все так же зовут Юлия Афанасьева. Евгений, по ППМИ у меня, наверное, последний вопрос к вам. По большому счету, это своеобразный пиар региона на федеральном уровне. Это что-то, в чем Кировская область, наконец-то, в первых рядах. Наверное, это будет правильно с точки зрения пиара региона. И можно ли вообще, в принципе, сделать на этом федеральный пиар? Я думаю, что это необходимо делать. Может быть, это пока не осознается действующим правительством. При прежней администрации это было. То есть, об успехах нашего региона узнавали практически на всех площадках, которые по этому поводу создавались, собирались. То есть, конференции, какие-то семинары по обмену опытом, в том числе зарубежные площадки. И это ведь в мировом тренде находится. Более того, когда мы начинали в Кировской области реализацию ППМИ, мы смотрели на опыт других стран. В Российской Федерации на тот момент только Ставрополь этим занималась. Причем проект там был более локальным. Он был распространен только на часть региона. Мы шагали очень большими такими шагами. С пилотного проекта через несколько лет было охвачено уже весь регион. Причем даже крупные города. А эта практика вообще на тот момент была уникальной. Никто в мире этим не занимался. То есть, ППМИ все-таки рассматривался как проект для сельских территорий, для локальных каких-то сообществ небольших. И потом уже, кстати, в нем заинтересовались и города побольше. Да, и я веду свою мысль к тому, что сегодня те страны, у которых учились мы, в том числе и на Кировскую область, смотрят как на субъект, которому есть что рассказать и чем поделиться. Мне кажется, не использовать это как позиционирование Кировской области, тем более, что не так уж много у нас есть обстоятельств и каких-то достижений, которыми мы можем вот так похвастаться с горлостью. Евгения, давайте с вами поговорим еще немного о предстоящих выборах. Вы вообще ощущаете, что идет сейчас избирательная кампания? Абсолютно нет. Вы где-то читаете, слышите о том, что 10 сентября мы выбираем губернатора и городскую думу? Когда закончилась регистрация, те кандидаты, которые были зарегистрированы, конечно, эта информация появилась. То есть это прогнозируемая тоже информация. Это так называемые парламентские партии, плюс самого движения цель, дубль коммунистов, да, но это, я не знаю, наверное, как спойлер можно рассматривать, то есть чтобы у коммунистов оттянуть, КПРФ я имею в виду, оттянуть голоса. Вот и, собственно говоря, все, какая-то пауза возникла. То есть, ну, большинству экспертов, и я тут, пожалуй, с ними соглашусь, все очевидно, единственный вопрос. А что очевидно? Давайте сразу подробнее. Очевидно, что будущий губернатор уже известен. Но кто победит, понятно. Другой вопрос, что спор сейчас, и какое-то обсуждение экспертное строится вокруг того, в первом туре это произойдет, или во втором. А не все ли равно? Есть примеры, когда такая успокоенность действующих губернаторов, ну, в частности, в Иркутской области, да, привела ко второму туру, в котором неожиданно для многих победил оппозиционный кандидат, а не действующий губернатор. Вот, мне кажется, что в случае с Игорем Васильевым, как кандидатурой, представленной президентом, это не должно допустить. Ну, то есть, в этом не заинтересован ни президент, как человек, назначивший в РИУ, ни правящая партия, ни региональные органы власти, которые ответственны за выбор. Вот, я думаю, что будет сделано все, чтобы этого второго тура не допустить. А сделано все, сделано что? О чем вы говорите? Ну, в первую очередь, высокая явка не в интересах. Все сейчас молчат про выборы, потому что высокая явка никому не нужна. Ну, я знаю, что было такое негласное даже, негласная такая информация, что нагнетать явку, как это происходило, несколько избирательных циклов подряд в прошлом, не нужно. Вот, то есть, все, кто на местах отвечают за выборы, либо по должности, либо, скажем так, по партийной принадлежности, не заинтересованы в этом. Нагнетание явки. То есть, значит, ничего для обеспечения высокой явки делаться не будет. И август, как самый пиковый месяц по отпускам, ну, значит, будет полная просто тишина в этом смысле. И там оставшиеся 10 дней сентября тоже, мне кажется, по большому счету погоду не сделают, хотя мы знаем, что пик активности обычно приходится на последний месяц. Евгений, вот, я знаете, о чем вас хочу спросить в этой связи? Я очень часто вижу на разных порталах, в разных СМИ, ну, некие коммерческие материалы, посвященные выборам. Возможно, это там материалы про лидеров каких-то партий, информационные там статьи об их деятельности или об их мнениях. Но я не вижу в СМИ редакционных материалов, в частности, о том, а почему же надо прийти на выборы. То есть, почему об этом не пишут редакции? Почему эта тема не интересна? Понятно, что, там, вы только что сами сказали, там, власти невыгодно высокая явка. Но почему об этом не пишут СМИ? Ну, я не знаю, я сейчас не являюсь руководителем какого-то... Ну, руководитель союза журналистов. Я могу только здесь поразмышлять, да, вслух. Мне кажется, нет уже такой веры, как была, например, в конце 80-х, в начале 90-х годов, что от избирателей зависит всё. И главное – прийти на избирательный участок и отдать свой голос. Хотя ещё в прошлом избирательном цикле даже от представителей партии власти мы это слышали. То есть, это не было прямой какой-то агитации за конкретную партию, но был призыв – придите и проголосуйте. Это вы говорите – проголосуй или проиграешь? Нет, нет. Нет? Безотносительно какой-то конкретной предвыборной кампании сейчас говорю. Но в разные периоды разная степень конкурентности выборов существовала. Когда вернули, например, губернаторские выборы, появилось целый ряд ограничений. Ну, например, муниципальный фильтр. И вот этот фильтр, он как барьер используется на этапе регистрации кандидатов. То есть, еще неизвестно, пройдут ли в нашем случае этот муниципальный фильтр, те, кто должен его пройти. Но, тем не менее, сегодня, тому примеру недавний Сройзману в Свердловской области, мэра Екатеринбурга, который на днях открыто заявил о том, что он прекращает предвыборную гонку, потому что он не прошел этот муниципальный фильтр. Зная, что административный ресурс сегодня используется очень активно правящей партией, влияние, наверное, на большинство муниципалитетов она имеет, и этот фильтр используется для того, чтобы отсечь кандидатов, которые могли бы остроты выборам добавить. А если нет остроты, то, значит, падает и интерес. И у жителей, и у СМИ, наверное, тоже. Ну, то есть, если экспертному, например, сообществу, которых в первую очередь опрашивают СМИ, как вы считаете, да, что нам ждать от выборов, если они сходятся в едином каком-то мнении, да, что никакой остроты не будет, неожиданности тоже могут быть минимальными. Ну, вот, наверное, этим можно объяснить некое, хотя мне, например, непонятно. Если, ну, понятна позиция зависимых бюджетных СМИ. Ну, у нас на самом деле много и коммерческих СМИ. Да, а у нас, что касается областных СМИ, у нас большинство напрямую от власти никаким образом не зависит. Вот, ну, давайте призовем наших коллег вот в этом цикле до выборов больше об этом говорить и звать наших граждан на выборы. Ну, просто понятно, что у многих людей существует в головах барьер о том, что там без меня все решат. Ну, собственно, как бы зачем мне идти на выборы? Но это же на самом деле не так. И жизнь это такая штука, в которой все бывает, это раз. А во-вторых, мы же сами можем повлиять на то, как разрешится завершиться этой ситуацией. Но для этого надо прийти и проголосовать. Это определенная ловушка, которая, мне кажется, в каком-то смысле была навязана еще в 90-е годы после последних ельцинских выборов, да, что от меня конкретно ничего не зависит. Это после кампании голосу или проиграешь? Ну, возможно. Я сейчас не берусь брать этот отрезок, но тогда действительно общество было мобилизовано и было сделано все. Я не буду сейчас рассуждать о том, насколько они были эти честные выборы 96-го года, да. Многого мы там просто не знаем, да, можем о чем-то договариваться. Но то, что общество было мобилизовано на выборы и там была потрясающая явка, это факт. Ну, в общем, друзья, голосуйте или проиграете. Я думаю, что на этом надо нам с вами, Евгений, закончить, потому что на очереди у нас уже новости. Это было особое мнение Евгения Дрогова, председателя Союза журналистов Кировской области. Спасибо вам за эфир. Спасибо. Всего доброго. До свидания.